В Польше состоялось открытие магистрального газового трубопровода «Бултик Пайп». По нему газ из Норвегии будет доставляться в Польшу. Это проект стратегической важности. Он обеспечит энергетическую независимость Польши от поставок российского газа. В перспективе страна может стать энергетическим хабом для всей Европы. Только ли Варшава получит преимущество от запуска балтийской трубы? И нужен ли вообще российский газ в Европе? Расскажет наш корреспондент Наталья Малышко. Наташа, тебе слово. Официальное открытие «Бултик Пайп» состоялось на компрессорной станции в польском Галенево. Именно сюда будет поставляться норвежский газ из шельфа Северного моря. Это стратегический проект, который создаст новый маршрут поставки природного газа из Норвегии на рынки Дании, Польши и конечных потребителей в соседних странах. Президент Польши, премьер-министр Дании и министр энергетики Норвегии сегодня провели церемонию открытия «Балтик Пайп» и запустили вентиль газопровода. Наконец-то мы запускаем газопровод, который десятки лет был польской мечтой. Мечтой тех, кто хотел настоящей диверсификации поставок газа в Польшу. Тех, кто действительно хотел укрепить суверенитет нашей страны. Кто хотел сделать Польшу независимой от российских поставок газа. В сегодняшний день знаменует собой важный геополитический шаг для нас. Это независимость от российского газа. После вторжения России в Украину мы очень ясно видим, что Путин использует российскую энергию как оружие, чтобы дестабилизировать Европу, чтобы разделить нас. Ему нельзя позволить добиться успеха. Нужно бороться, поддерживая Украину, внедряя все больше санкций. Польша довольно долго шла к реализации этого проекта. У него был ряд противников, которые утверждали, что лучше наладить отношения с соседями и покупать российский газ так, мол, экономически выгоднее. Однако после энергокризисов 9, 15, 19 годов, когда Газпром, перекрывая вентиль, шантажировал всю Европу, Польша приняла решение и создала концепцию построения неких газовых северных ворот, в соответствии с которой Варшава должна обрести полную независимость от российского газа. Для этого был построен ЛНЖ-терминал Свиноуйсце на стадии реализации ЛНЖ в Гданске. И вот сейчас открытие Балтик Пайп. Все это должно превратить республику в некий европейский энергетический хаб. На начальном этапе Балтик Пайп будет работать на треть от своей мощности. А уже с января 2023 года его пропускная мощность составит 10 миллиардов кубометров в год. Именно в январе заканчивается контракт с Газпромом на прокачку российского газа. И вот за эти три месяца Польша выведет свой Балтик Пайп на полную проектную мощность. То есть 10 миллиардов кубометров. А это означает, что поставки из Норвегии с лихвой перекрывают объемы газпромовской прокачки. То есть российские газопроводы Nord Stream 1, Nord Stream 2, а также Ямал Европа превращаются из грозного энергетического оружия Кремля в бесполезные трубы. В этом году норвежские компании, работающие на норвежском континентальном шельфе, надеются увеличить добычу и экспорт газа на европейский рынок. И я думаю, что это очень важно. Война в Украине – жестокая война. И это напоминает нам о том, как важно быть независимым от российской нефти и газа. И в будущем ориентироваться на надежные и стабильные ресурсы энергоснабжения. То есть построенные Польшей северные ворота закрывают для российского северного потока энергетический рынок Европы и открывают для стран ЕС и Украины новые возможности. Какие? Подробнее в репортаже. Балтик Пайп, или как его еще называют, северные ворота, имеет стратегическое значение не только для самой Польши, но и для Украины. По словам президента республики, с запуском Балтик Пайп, Польша может стать европейским энергетическим хабом, а Украина получит энергетическую независимость от России. Годовая мощность этого газопровода составит около 10 миллиардов кубометров. Мы строим газовые интерконнекторы, позволяющие поставлять газ в соседние страны, те, которые реализуют проект «Три моря», в том числе и в Украину. Очень важно, что Польша будет одним из гарантов энергетической безопасности Украины, которая, как известно, годами подвергается газовому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины. Первая и главная выгода, которую получает Украина, это диверсификация поставок газа. Хотя страна уже 7 лет не покупает газ у России, однако сырье, которое продают европейские компании, в основном продукция «Газпрома». И тут у Кремля широкое поле действий для энергетического шантажа не только Украины, но и всей Европы. Чего стоит только история с якобы неисправными турбинами и остановкой прокачки через Нордстрим. Ну а чтобы совсем страшно стало, «Газпром» еще и вот такой ролик выпустил. Мол, без российского газа Европа пропадет, замерзнет. Но не тут-то было. Биржевые цены на газ начали падать. А все потому, что ЕС удалось диверсифицировать источники поставок. Норвегия вытеснила «Газпром» и заняла лидирующее место среди поставщиков газа для европейских потребителей. Скандинавы заявляют, объемы будут только наращивать. Украина получит открытый доступ к диверсифицированным источникам поставок газа. А учитывая наши инфраструктурные мощности, импорт может составить 40 миллионов кубометров в сутки. В месяц это 1 миллиард кубометров. Этого объема будет достаточно, чтобы выполнить внутренний газовый баланс на текущий отопительный сезон. При условии подписания долгосрочных контрактов это покроет все наши потребности. «Балтик Пайп» соединяет газовое месторождение на норвежском шельфе Северного моря и, проходя через Данию, достигает Польши. Ну а там, благодаря сети магистральных газопроводов, до Украины рукой подать. И тут, конечно же, ключевой вопрос – цена норвежского газа, его логистики и условий долгосрочных контрактов. Пока же трейдеры молчат. Премьер-министр Норвегии Йонс Гарстер во время визита в Киев заявил, что правительство страны выделит финансовую помощь для Украины и часть будет направлена на обеспечение газом. Мы обещаем предоставить помощь в размере миллиарда евро на период до конца 2023 года людям, которые в этом нуждаются, для восстановления Украины и поддержки самой страны. Эта война является нарушением международного права. Вы имеете полное право защищать себя, а мы имеем право помогать вам. «Балтик Пайп» открывает для Украины не только новые энергетические рынки. Благодаря польскому проекту дополнительные возможности получают и украинские газовые хранилища. Их проектная мощность – 33 миллиарда кубометров, что составляет треть от всех объемов европейских хранилищ. В Польше недостаточно хранилищ газа. Они уже заполнены. А строить новые очень дорого. Поэтому мы активно сотрудничаем с нашими польскими коллегами, и они активно используют наше хранилище. Я думаю, что с запуском «Балтик Пайп» нового терминала в Гданске спрос на наше хранилище увеличится. Война в Украине, газовый шантаж Европы, Кремль своими же руками перекрывает вентили «Газпрому». И некогда мощное энергетическое оружие для политического шантажа превращается в бесполезный инструмент. По данным Европейской комиссии, с начала вторжения в Украину доля импорта российского газа упала с 40 до 9%. И это лишь начало конца эпохи «Газпрома». Страны Балтии, Польша, а Германия объявила, что она с декабря тоже становится независимой от российского газа. Вот уже гигантский регион, который обретает независимость. А дальше одна страна за другой, я думаю, будут идти по тому же самому пути. И в конце концов, мы даже не представляем, как быстро это можно сделать. Некоторые говорят к 2027 году, кто говорит к 30-му году. Нет, это гораздо быстрее можно сделать. Чтобы избавиться от зависимости от «Газпромовского газа», Европе потребуется не меньше полутора-двух лет. По оценкам экспертов, когда Европа откажется от российского газа, бюджет Кремля недосчитается 40 миллиардов долларов.